Музыка Очень многое будет зависеть именно от того, как Златан проявит себя здесь в Батуми. Игры против Косова. Вместо него, соответственно, немножко чего возьмем и наблюдаем. Квича с мячом. Восьмилетний защитник Копенгагена. Ну а сейчас у нас в Квича Кварацхейли. Музыка гораздо качественнее, гораздо более у скандинавов, заброс в направлении Исака. И что здесь? Здесь, во-первых, офсайт. А во-вторых, Георгий Лори играет очень техник. В одно касание направо. Крафт подключается к этой атаке. Подачу. Серьезное соперничество. Подает. Очень хуглый атак. Нужно брать здесь. Три очка. Рассчитывает на то, что в параллельной встрече испанцы очки потеряют. Момент. Класс он. И тут уже не только на Лоре. Тут один из защитников встает на пути мяча. И не позволяет тому оказаться в сетке ворот хозяев поля. Первая по-настоящему голевая. 14 числа. В Севиле. Матч против Испании у Швеции. Крафт оказывается на газоне. Но тут же поднимается. И снова на газоне. Снапросто выиграл у него мяч. Ибрагимович передача вперед. Там оказывается. Улсен. Подача штрафной. Исаак. Борьба. Но... ...пружины как следует разжаться. Но почему бы и нет? Почему бы не организовать? Украшвили подает. Робиноль. Возникали и в первом, и во втором тайме. Другое дело, что сборная была совершенно неакцентированной. Квича. Перед направо. Почему бы не вырезать все эти пир... Отличный удар. Но Исаак не подбирает. Как-то этот мяч Ибрагимович. А не было ли у него и на сей раз положения вне игры? Честно говоря, казалось, что и сам швед не верит в то, что сейчас не последует свисток. Поэтому сохранить лоб за Нидзе. Удар поворотом. Неподготовленный все-таки получается. И мяч летит слишком не точно. Гвили пробил поворотом Альсона. В принципе, это все правильно делал. 21 номер. Новый край пока значительно активнее у шведов, нежели левый. Где... Аугустинсон вообще не подключается. Вообще вперед не идет. А Форсберг постоянно смещается в центр. Предлагает, как всегда, подача штрафной. О-о-о! Златан! Над перекладиной свистит мяч. И Лориан выручает партнеров. Это несложный мяч для галкепера сборной Грузии. Но это неприятный мяч, потому что летит на не очень удобной высоте. И поэтому приходится переводить его на угловую. Перевисел в воздухе защитника сборной Грузии. И плюс ко всему имел серьезное преимущество по распороду. Получает передача от Олсена. Тут же пошел длинный пас. Подача от Амазаров никем не прикрыт. Прострел Азарова! Его никто не встречает. Линдалев! Исаак! Момент-то какой! Убойнейшая ситуация. И какая гениальная передача без касания была на Александра Исаака. Линдалев отдавал этот пас и пропустил мяч абсолютно осознанно. Виктор Классен не стал его касаться, прекрасно понимая, что таким образом дезориентирует защитников сборной Грузии. И выходил фактически один на один. Поэтому успокаивайся, не успокаивайся, если ты порой пропускаешь вот такие передачи, если ты порой позволяешь нападающим соперникам моменты получать, значит у тебя не все в порядке. Подача в штрафную, скидка, а там никого и плюс ко всему еще один фолл в атаке. 10 минут примерно остается до конца первого тайма. Сборная Грузии держится. Сборная Грузии успел поиграть и в чемпионате в направлении Сванберге, например, подача в штрафную. Открывается под него Азаров. Подача. Перевод налево, там Азаров. Здорово. Хвича простреливает момент. Какой момент сейчас был у сборной Грузии. Замыкая не хочу. Какая передача классная прострельная была только что от Хвичи Кварацхели. Отличнейшая возможность у Саба Лабжанидзе. И ведь сметил в дальний угол Робина Ольсона банальный. Берг. Мягкий запрос штрафную. Там Златан не будет вступать в плохую борьбу. Классен Златан. Так. Златан. Попадает футболиста сборной Грузии. При этом всем самим видом дает понять, что мяч попал не только в корпус, но и в руку. Сопернику и вроде как нужно начать в фенальте. Вполне возможно мяч попал в руку Каши, но и для них сегодняшний матч это большой опыт. Ничего не добавляет к первому тайму. Главный арбитр этого протестания Сердар Гизюбюк. И команда отправляется в раздел. Даны и собираться в Катар на чемпионат мира 2022 года. Совсем скоро свисток, возвещающий о возобновлении встречи в исполнении Сердара Гизюбюка прозвучит. Вот он звучит. Который в свое время провел 92 матча в составе национальной команды. Самый центральный из всех центральных защитников Каши. Капитан команды номер 4. На позиции латерали слева Азаров. Очень активный и старательный молодой пацан 19-летний. 15-й справа не менее активный. Именно он сегодня отвечает за все происходящее. А сборная Грузии по итогам предыдущего тура имела преимущество. И занималась, соответственно, предпоследнюю строчку. Ну а сборной Швеции сегодня нужна победа. Акряшвили зарабатывает штрафной удар. Цинь. Разбегается он. Бьет поворотом. И Лория фиксирует. Пустится второй попытки мяч. Смотрит по сторонам. Понимает, что вариантов особых для передачи у него нет. Прямо по центру пробел Форсберг. Мяч буквально перед голки первой сборной Грузии чуть-чуть вильнул. Но не настолько серьезно, чтобы Грузии нужно поаплодировать. Они сражаются. Они борются. Они выкладываются на все 100%. А вот сейчас выйдет желтая карточка. Между прочим, первая в этом матче. Очень грубый фолл на Форсберге. И Чимича разбегается и бьет на силу. Но на сей раз по воротам не попадает. Мяч летит очень высоко. Очень далеко. Очень не точно. По классных голову доказали обратное. Момент! И рядом со штангой мяч пролетает после попытки Виктора Классена. Златан принимал непосредственно участие в этом эпизоде. Скидка на Виктора Классена после классной передачи от Форсберга. Заброс-то какой был. И Златан изумительную скидку сделал на партнера. Все прекрасно видел. Златан грудью мяч туда на Классена. Тот в падении. Ножницами бил, но по воротам не попадает. Златан получает скидку. Златан на прострел. Олсен может отсюда пробить Форсберг в одном касании. Но Стоишвили на левый фланг. Ворот Схелия. Отсюда он вряд ли будет бить. И на бедро его принимает Сванберг. Штрафной удар. Далеко до ворот. Но это шанс. Этого не состоится через три дня. Но нужно и сегодня побеждать, чтобы решающий матч имел гораздо более существенное значение. Момент у сборной Грузии. Момент! И они забивают этот мяч! Ликует Испания! Ликует Испания! Грузия выходит вперед в матче со сборной Швеции на 61-й минуте. Шведы доигрались. Шведы доигрались в собственной штрафной. После стандарта. И кто этот мяч отправился? Это Кварот. Хвича. Хвича Кварацхелия. Если сегодня сборная Грузии победит, ну или хотя бы сыграет ничью. И если это поможет Испании занять первое место в отборочном цикле в своей группе B, то я совсем не удивлюсь. Потому как если здесь потерять очки, то концовочка отборочного цикла может превратиться в самое настоящее страдание для шведской сборной. Златан Абрагимович правила нарушал в борьбе с Кашья. Ну да-да-да. Руками подталкивал. Ну буквально воткнулся он. В четвертого номера хозяев поля. Далеко не тот человек в страховке. Крафт оказывается. Исак. Удар с дальней дистанции. Удар. Техничный, но вместе с тем не точный. Шведы сбиваются на слишком простое решение. Да, поворотом нужно бить. Без ударов не будет голов. Но, как мне кажется, Александр и... Там лоб Жанидзе. Пас налево. Квича Кварасхелия. Вот это да. Какой голешник был бы, если бы не Робин Ольсен. На 2-0 сейчас грузины шли. На 2-0. И кажется еще примерно 500 тысяч. Сейчас шведы горят. И это тоже медицинский факт. Хвича, Хвича, Хвича. Хвича Кварасхелия. Хвича. 2-0. 2-0. Хвича. Ребят, но если он после этого не уедет в Испанию, если после этого он не получит к ценнику плюс 2 хотя бы, то я, наверное, ничего не понимаю в футболе. Хвича Кварасхелия. Сейчас делает все, чтобы сборная Испании по итогам отборочного цикла к чемпионату мира 22-го года напрямую отправилась в финальную часть турнира. Хвича Кварасхелия оформляет дубль в Батуме в матче против сборной Швеции. Все во втором тайме играет в пользу хозяев поля. Хвича, ну каков красавец. Видео, Гранасхелия, которая теперь будоражит умы и сердца. 2-0. Грузия побеждает. Поздравляю всю страну, всю Грузию с этим замечательным успехом. Эта победа навсегда войдет в историю. Сомневаться в этом не приходится. Хвича Кварасхелия поздравляю с этим замечательным дублем и с тем, что его трансферная стома есть наверняка подойдет.